На этой неделе депутаты от партии ПАС и Платформы ДА представили вводу недоверия правительству. Кабинет КИКУ они обвинили, да практически во всех грехах. Ну, наверное, в нарушении прав человека, принципов Конституции, подрыве экономической независимости страны, принципов правового государства, подписании соглашения о выделении российского кредита и многом-многом другом. Теперь все ждут, как будут разворачиваться события дальше, как поведут себя и про Молдова, и Шор, и главное, где они все будут искать недостающие два голоса. Просмотреть возможные варианты, согласитесь, сегодня уже дело принципа. Здравствуйте, рада встрече в эфире. И сегодня вместе со мной рассуждать на эти сложные, но интересные темы будут депутаты парламента, представляющие разные политические партии и фракции. Николай Паскару, депутат от партии Социалистов. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Боля, депутат от партии Действия и Солидарности. Иван, здравствуйте. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Давайте начнем с одного высказывания Майсанду. Почему Майсанду? Потому что именно она от ее позиции зависела, в принципе, будет подан вот он или нет. Все ждали, какая позиция. Вот что она сказала. У нас должен быть 51 голос, чтобы мы могли отправить это правительство. Но что еще важнее, так это то, что у нас должен быть 51 голос, чтобы утвердить новое, сказала лидер ПДС. Вот раз вы решились на вот он, судя по всему, господин Боля, у вас тогда, получается, эти голоса есть? Нет. Мы рассматриваем немножко по-другому всю данную ситуацию. Во-первых, мы ее разбили на две основные части, которые взаимосвязаны, конечно, между собой. Есть первая часть, это вот он недоверие. Вторая часть, это назначение нового правительства. Конечно же, когда мы говорим о том, что нам необходим 51 голос, мы рассматриваем в качестве своих будущих партнеров для будущей коалиции, конечно же, сегодняшних компаньонов социалистов, мы говорим про демпартию, и мы говорим про какую-то часть от депутатов, про Молдову, из бывших компаньонов от партии социалистов. Мы рассматриваем таким образом, потому что у нас есть очень четкое понимание того, что мы ни под каким видом не можем голосовать рядом с депутатами социалистов. Нет, социалистов, извиняюсь, от партии Шор. От партии Шор, но это по Фрейду. Да, и от партии Шор. И у нас, конечно же, в нашей партии есть огромное количество вопросов к некоторым депутатам, которые, мы говорим про Канду или про других, а есть про Молдову, фамилии которых прозвучали очень часто, когда господин Слусарь читал с трибуны парламента вот этот отчет. Там есть огромное количество вопросов к этим депутатам, и поэтому мы очень щепетильно подходим к этому вопросу. Для нас очень важно, меняя правительство, чтобы можно было проголосовать за другое правительство, с депутатами, способное поддержать. Я поняла вас. То есть мы сейчас даже... И соответствующим нашим принципам. Я поняла, господин Боля, мы дезавуируем заявление госпожи Санду, которое она делала тогда. То есть получается, что сейчас ситуация уже другая. Голосов нет, но на отставку мы соглашаемся. Господин Паскару, для вас это удивительно было, что все-таки партия ПАС на это пойдет? Если честно, для меня лично было удивительно, потому что в политическом мире, особенно Молдовы, где все нестабильно и за ночь многое что может поменяться, нужно делать домашнее задание, хотя бы стратегический план на первое время, на месяц, два, три, четыре. Скоро у нас серьезный проект президентские выборы. Я не могу понять, как могли пойти на это наши коллеги из ПАС, не зная, кто будет премьером, не зная, кто будет голосовать за это, не зная, еще много там есть вопросительных вопросов, они все-таки объявили недоверие правительству. И здесь сразу появляются мысли. У них, конечно, ведутся переговоры с разными партиями, в том числе мы поняли от наших коллег парламентских партий ШОР и партии про Молдова, что там ведутся какие-то переговоры. И я ловлю себе на мысли, это либо из незнания вот этих политических уроков, или это специально так делается. Если это из незнания, это большая политическая ошибка, потому что вступая в сговор с партией ШОР из про Молдова, они рискуют на выборах иметь как бы очень хорошую репутацию. А если они, зная про это, значит, они подставляют у партии Анастасии. Николай, смотри, мы не вступаем с ШОРом, мы говорим о том, что мы не вступаем с ШОРом. И, допустим, вот мы вчера с тобой встречались на другой передаче, и говорили о том, что подписав вот недоверие, поддержав парламент Республики Молдова, мы каким-то образом открыли новый такой чат для воровства других депутатов. Мы не поддерживаем вообще таких направлений. Мы проголосовали в парламенте за то, что предложили демократы, по-моему, чтобы против перебежцев из других партий. Мы проголосовали сразу, хотя мы смеялись очень долго, но мы сразу проголосовали, потому что пришли люди, которые сами, многие из них были перебежчиками, предложили нам, чтобы мы это ответственно... А вы смеялись, потому что нет никакой юридической силы? Что не было никакого юридической силы, во-первых, а во-вторых, нет доверия к людям, которые приходят, то есть сами являются перебежчиками, приходят и давайте... Да, но я более того хочу сказать, мы не за то, чтобы ушли двое или трое, и в отличие от того, что вообще получается на сегодняшний момент в парламенте, мы пришли с очень четкой позицией, то есть председатель нашей партии с нашим председателем фракции, встретились с Филиппом, с Диаком, я не знаю, с кем они встречались, но они встречались открыто на парламентской платформе, мы никого не покупали, мы никого не перетягивали, то есть мы говорили со всей фракцией, со всей партией. Хорошо, господин Боля, ну политика вещь такая, знаете как, всегда есть место к спромту, и у нас, как подсказывает наш опыт, самые важные решения для страны очень часто принимаются не в минуты последние, а иногда в секунды, да? Согласен, так и было. Вот смотрите как, вот он, недоверие, будет голосоваться, вот поднимают руки за отставку кабинета фракция ШОР, вы что делаете? Вы говорите, не поднимайте с нами руки, это наши руки, а это ваши руки, или поднимайте другие руки, вот как вы будете делать? Вот вы говорите, мы с вами не будем, а они руки за отставку поднимают, что делают? Это их право, голосователь или голосователь. А, то есть все-таки их право. Это их право, но мы не берем в расчет, если вы помните, а все ваши телезрители должны помнить, безусловно, мы все время говорили по отношению к нашим партнерам, к господам езда, по поводу математики, хотя математика вещь очень такая упрямая, и вообще обойти никак невозможно, и мы все время говорили, и до сих пор говорим о том, что мы должны вести переговоры дальше с демократами или со всеми остальными, чтобы у нас был 51 голос без ШОРа. Понимаете, мы про это говорим, мы говорим про это открыто, мы должны создавать вот этот список. И в конечном итоге мы подписали вводу недоверия, вводу недоверия, кроме всего прочего, что там было произнесено с трибуны, Вы понимаете, вот последний каплет, который нам, для нас стало очень понятно, что в принципе дела не идут хорошо в Молдове, я вам скажу что-то. Вот желание изменить избирательный кодекс перед выборами, не решив огромное количество проблем, учитывая опыт страны на предыдущих выборах, которые были, и многие из них, между прочим, когда мы говорим про проблемы, нерешенные в процессе избирательного кодекса, я говорю про то, что перевозят за деньги избиратели. Вот на прошлых парламентских выборах, смотрите, нет. Нет, Владимир, не позволю распыляться, давайте сейчас не будем говорить про избирательного кодекса. Что значит не распыляться? Ну потому что мы сейчас давайте выясним с отставкой, а потом мы поговорим про другим законопроектом, потому что каждому есть что сказать. А что с отставкой? Если будет 51 депутат, который проголосует, оно упадет. Вот скажите, да, то есть все равно, кто проголосует. Получается, Ишор тоже. Нет, давайте выясним. Наши коллеги из платформы выдвинули, вот им недоверие. На сегодняшний момент мы его подписали, у нас 27 депутатов. Ведутся дополнительные переговоры до следующего заседания, когда будет поставлен вопрос на голосование. Мы не рассчитываем на голоса от партии Ишор. Я добавлю. Вот здесь самый интересный момент, что зная, вы идете на это, зная, что у вас нет других каких-то голосов, вы ведете нашу страну в политический хаос. Ну что значит политический хаос? Когда начинает уже прижать хвосты через все эти уголовные дела по поводу вывода миллиардов из страны, сейчас вступает пас с этой петиции. Я считаю, что это не то, что незнание. Я все-таки думаю, что за спиной все это самое идут переговоры. Переговоры с Шором и переговоры с промолдово. На различных политических дебатах выступали и политики промолдово, и они говорили, что мы согласны с Майей Санду и с Андреем Настасом голосовать против его на Кику. То же самое, и Шоры тоже об этом говорили. И я считаю, что это очень большая ошибка, и от этого никто не выиграет, и не выигрывает простой наш житель Молдовы. В том числе не выиграет политический класс. Потому что если вы сделали шаг, вы должны готовить второй шаг. Каждый из вас хочет 5 минут говорить и не выдерживает. Если будет 51 голос, чтобы снять правительство без Шора, то никакого хаоса не будет. Они же будут голосовать с вами. Как неважно? Мы их не берем в расчет. А если они будут голосовать? Ну да их это дело, понимаешь? Мы берем в расчет 51 голос. Мы берем пати демократов и депутатов из промолдово. Пас и да, потому что не выдвинулись. Да оставьте вы меня в покой с этой совестью. Смотрите сюда. Как оставьте? Вообще-то в политике должна быть совесть. Николай, ну смотри. Это самое главное для политики. Давай или мы будем цивилизованы людьми? Я вас слушаю. Ну так слушай. Но совесть все равно, это очень главное. Очень хорошая вещь, очень хорошая. Надо ее иметь. Ну нужно использовать. Нужно использовать. Не надо вообще говорить про нее, потому что у вас ее нет. Давайте будем говорить про другое. Смотрите. Как раз что она у нас есть. Смотрите. Ну давайте. Смотри. 51 голос должен быть. Мы говорим про демократов, мы говорим про Молдову. Некоторых депутатов мы убираем. И все равно не хватает двух голосов. Каких голосов? А ну посчитайте. А сколько депутатов у демократов? Все равно мы посчитаем. Ну как, нас 27. Из про Молдовы там получается у них сейчас 15 депутатов. Не хватает двух голосов. И у них там 13. Что вы говорите? 27 плюс 19 голосов. 29. Есть, все нормально. Нет, можно я спрошу? Есть, все нормально. Николай, я прошу прощения. Смотрите, я верю, что вы будете говорить с демократами, вы это демонстрируете. Но смотрите, вот такая ситуация. Демократы вам говорят нет. И вы идете на заседание. Да. И вы понимаете, что у вас нет голосов демократов. Вам остается два варианта. Либо голосовать все-таки с Шором, который поднимет руку. Либо отзывать этот вотум. Или заранее делать заявление и говорить, что вот у нас. Мы не хотим голосовать с Шором, со всеми ими. И поэтому мы голосовать за отставку не будем. Какой вариант нам ждать? Мы будем голосовать. В любом случае. Потому что мы подписали этот вотум недоверие. И нам без разницы, кто голосует дополнительно. У нас должно быть наш 51 голос. Вот верю. Вот честно говорите. Молодец. Вот теперь честно. Нет, потому что честно. А если Шор поддерживает правильную вещь, так что? Это его дело. Вот. Смотрите как. Некоторые задались. Это депутат такой же, как и он, как и я. Такой же. Только по некоторым вот таким моментам он находится в розыске. Но сейчас не об этом. Смотрите, какая интересная фишка. Давайте вот сейчас по поводу вот этого Шора. До сих пор, до сих пор, при том, что социалисты вместе с демократами с ноября месяца, 14 ноября прошлого года держат власть законодательную, исполнительную, судебную, всю власть в Республике Молдова. Нету ни одного решения по этому суду. Нету ни одного решения по этому миллиарду. Нету ни одного решения по всем делам, которые были открыты еще в прошлом году по всем депутатам. Вообще ничего нет. Я согласен. Более того, господин Николай, мы живем в демократическом государстве. Президент не может рукой обстопить. Ну да, это сказать, а то он надоел уже. Смотри. С ноября, с февраля месяца прошлого года. С февраля месяца прошлого года. Мы держим друг себя в руках. Первый депутат ушел от демократов. Говорят, по всей Молдове 200 тысяч дали, 300 тысяч дали. Где гемпрокурор? Мы его на каждом заседании ждем. Ушли уже 15 депутатов. Говорят, президент говорит, 2 миллиона платят за депутат. Где гемпрокурор? Нету его. Вчера вышел на заседание парламента. Вышел на заседание парламента депутат. И говорит, что каждому, в том числе и вам, дают по 5 тысяч... А при правительстве Майя Санду? 5 месяцев потеряли изначально. До 5 тысяч долларов депутат в трибуны парламента говорит. 5 тысяч долларов. 3,5 до 5 тысяч долларов платят. Где гемпрокурор? О чем мы говорим вообще? Где у нас население? Где у нас вообще государство? Вы этим все управляете? На сегодняшний момент вы взяли законодательную власть. У вас правительство. Где она вот работает? Я думаю, что это своеобразный ответ на то, что депутаты социалистов стали говорить, что именно сейчас начались подвижки в деле аэропорта. Да мы-то ждем. Давайте ответы. Где ответы на вопросы наши? Ну где эти ответы? Можно мне 30 секунд? Спасибо. Я вас очень прошу. Спасибо. Как раз стали появляться вот такие вещи, как генпрокурор назвал главного бенефицара кражи, насколько я понимаю, миллиарды. То есть чего не было сделано при премьерстве Майя Санду. Как раз уголовное дело. Господин Плохотнюк тоже, генеральный прокурор. Но это сейчас не об этом. Я не буду сейчас все это перечислять, потому что это уже говорилось не раз. Я хочу спросить, Владимир, вот о чем. Смотрите, как интересно. Вот когда речь шла об отставке Майя Санду, вот партия и фракция Шор за нее не голосовала. Они сказали, мы не хотим. А вот сейчас, когда идет речь об отставке правительства, которое поддерживается партией социалистов, вот партия Шор не просто хочет. Обязательно, смысл вашего вопроса. Вот мне интересно, как вы это можете объяснить. То есть это говорит о какой-то некем, не знаю, к вам особом расположении. То, что они, ваше правительство, в отставку не говорят. Это ни о чем не говорят вообще. Вообще не говорят. У нас нет вообще никаких связей, никогда не было с этой партией. Это случайно было. Это и спросить у них. Вот приглашайте шоровцев и спрашивать у них, почему они голосовали, почему они не голосовали, почему они... Абсолютно. Не надо мне задать вообще такие вопросы. Ну, извините, у нас свобода слова. Но это не ко мне. Вы же говорите, что у нас сейчас демократические свободы, поэтому мы сейчас можем задавать здесь различные вопросы. Хорошо. Вот это ваше решение, которое, наверное, все равно нужно уважать. Это решение парламентской фракции, партии парламентской. Но понимают как-то не все. Можно я вам задам вопрос? Я вас очень прошу. Я думаю, что господин Сторза, например, тоже не понял, почему это происходит. А уж то, что сказал господин Петренко, мне как-то вообще неудобно. Кто-то Петренко. Вы не знаете, Григория Петренко? Есть Анатолий Петренко. Григорий, 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 уточня. Окей. Убедили. Петренко. Да. Замечательно. Петренко, да. В общем, он там вообще сказал, что это равносильно взрыву, канализации и всякие такие вещи. Не очень так приятного свойства. Скажите, пожалуйста, вот эти репутационные вещи, то, что вас даже поддерживают сейчас не все политологи, которые говорят об этих рисках. Потому что что может произойти? Давайте пофантазируем. Что может произойти? 151 голос найдется на отставку? Ну вот вдруг. Давайте я отвечу на этот вопрос. А потом, если вот... По временем, я смотрю, Владимир больше отвечает на... Я задаю вопрос. Можно я закончу? И потом как-то вот мы оба ответите, обещаю. Хорошо. Значит, и что может произойти, если вот 51 голос за утверждение не найдется? Вы хотите, пожалуйста, господин Таскова. В принципе, мы видели эту ситуацию, вот все это политическое бодораживание на нашем молдавском политическом поле. После встречи Майя Сандо с Рокфеллером, да, или с Рошельтом, один из самых таких олигархов, где они разговаривали об этом аэропорту, где есть какие-то общие интересы. Вот и здесь и приводит на мысли о этом сотрудничестве между партией Шор и Майя Сандо, потому что на последние 100 метров, когда уже забирают аэропорт в государство, вот и начинаются эти политические бодораживания. Я думаю, что они примут голоса партии Шора. А вот мы видели фильм, где господин Дадон берет кулёк с деньгами у Плокотнюка. Он не берет кулёк, не надо... Разговаривает про Корнелла. Еще раз, не берет он там кулёк. И про этот проект Козловский тоже много говорили, что спонсировали. И что с Козловской? Шор спонсировал напрямую ПАЗ. И что с Козловской? Мы идем к другому. К чему мы идем вообще? К чему идут эти вотом недоверия правительства? Потому что осталось до выборов президента еще месяц, полторы. И мы считаем, что данное правительство на сегодняшний день не оставит. Почему не оставить такую политическую стабильность? Войдем в президентские выборы, нормально проведем, выиграйте хорошо, проиграйте. Правительство господина Кику дал добро на изменение законодательной системы. А вы знаете, что проект еще не голосовали, оставили этот проект. А сняли, потому что демократы не хотят голосовать за нее. Потому что вы хотите поменять... Это не принципиально, потому что европейцы шли с этим проектом в пользу одного игрока. И президент сказал, что он может не подписать. Для нас это не принципиально важно. И это не повод. Это то же самое, что случилось с Майя Сандой при выборе прокурора. Помните, когда Майя Сандо ушла с правительства, практически эвакуировалась оттуда с проблемами прокурора. Это то же самое. Нашла какую-то причину. И это небольшая причина. Потому что после этого Куртия Конституционалы, они ей сказали, что это неконституционный был акт. Вы все путаете в одно. И самое интересное, что вот сейчас вы начинаете доказывать, что вот из-за этого кодекса вы сейчас не доверяете правительству. А вы посмотрите по другим стандартам. Там огромное количество пунктов. Хорошо. Это было последнее. Вмешиваюсь немного. Предлагаю поговорить о роли внешнего фактора. И не откажу себе в удовольствии прочитать. Цитату зачитаю. Как можно вообще прокомментировать заявление господина Анастаса о том, что... Цитата. Румыния поддержит смену пророссийского... Андрей, Андрей. Да. Румыния поддержит смену пророссийского правительства в Молдавии на проевропейское. И вот накануне господин Андрей Анастаса встречался в Бухаресте с премьер-министром, значит, Людовиком Орбаном. Вот скажите, пожалуйста, во-первых, как вам вот само это высказывание, господин Воля? Вообще не буду комментировать. Не хотите? Я могу комментировать. Тогда вы комментируете, господин Паск. Но самое интересное, что, во-первых, это не Румыния должна указывать, кто будет премьер-министром и кого здесь будут назначать. Первое. Сейчас Молдова не находится в изоляции, как говорит и Настас, и многие наши соратники из ПАС. Молдова сейчас в нормальных отношениях со всеми европейскими странами, с Москвой и так далее. И то, что приходит с этими инициативами Настаса, конечно, это несбыточные мечты. Он хочет стать премьером. Потом я понимаю, что сам Мунтиану из его партии, наш коллега депутат, тоже мечтает о премьерстве. И это будет то же самое, как четыре года назад, когда Настас хотел стать президентом, и Майя Сандо шла на президентские выборы. И тогда Настас уступил Майя Сандо. И сейчас получается так, что я так думаю в этих интригах. Наверное, Пас обещали Настасу пост премьера, чтобы он успокоился. Мы сейчас о Румынии говорим, господин Паск. И зайти в президентские выборы. А что Румынии? А вот конкретно здесь по Румынии. Что они были здоровы, очень компетентные политики, но должны быть у себя в стране. Не указывать, кто у нас должен быть. То есть некоторые говорят, что именно вот такие вот встречи, да, они толкают на какие-то радикальные вещи. Господин Боля, толкают на радикальные вещи, такие, после встреч с румынами, которые вот прям так говорят. Вы говорите про высказывания председателя другой партии, я не знаю, что я это не читал. То есть у вас нет мнения своего. У меня всегда есть свое мнение, но я не буду комментировать высказывания других людей. Мне это не интересно. Я их не читал. Хорошо. Ваше право. Тогда, знаете, давайте поговорим о той версии, которая тоже на сегодняшний день существует. Это то, что вот начал говорить о ней Николай, что может причина в банальном распределении кресел. Перед президентскими выборами. Вот смотрите, я цитирую, сейчас я цитирую господина Слусаря. Вот что он сегодня сказал. Настаса не будет участвовать в осенних выборах президента, если правительство КИК упадет, а он будет избран главой нового исполнительного органа. То есть получается, что таким образом он обещает не мешать Майсанду на президентских. Вот такой выбор. Нет вообще никакого торга. И вообще мы даже не разговариваем. Мне или ему задали вопрос? Ну давайте вы говорите. Хорошо. Смотри, вообще нет никакого торга, никаких разговоров. Даже мы не говорили о никаких премьер-министрах, ни о каких министрах мы вообще не говорили. Поэтому я в самом начале передачи сказал, что мы делим на два основных отрезка. Есть вот у недоверия, после которого, если есть 51 голос без Шора и без некоторых еще людей, мы садимся и начинаем разговаривать про премьер-министра и про весь пакет министерства. В том числе про министров. И все. Никто никому ничего не обещал. Более того, я уверен, что должен Настасия и все остальные, которые хотят, должны участвовать в этих выборах. И все люди должны участвовать, кто хочет. Пусть участвуют все. В президентских. В президентских, конечно. Все должны участвовать. Потому что эта глупость по поводу единого кандидата должна уйти вообще в историю. Это в историю должно уйти. Единый кандидат, на мой взгляд, я всегда-то говорил, на всех передачах. Не демократичные, чем единые кандидаты, только назначение в должность. И все. Есть политическая партия. Должен быть председатель партии, должен быть кандидат. Идите, голосуют люди за тебя, становись президентом и работай на благо своего государства. И все. Ясно. И потому вообще такого торга быть не может. Мы тебе даем это, забираем это вообще недопустимо. На уровне ПАС это недопустимо. Вы так говорите, как будто в нашей молдавской политике торга не существует. Я не согласен с вашим утверждением. Я говорю про нашу партию. Вы говорите про вашу. Про вашу партию. Давайте мы спорим 4 года назад, когда европейцы практически уговаривали Настаса. Были очень много интервью. Вы участвовали в этих разговорах. Еще раз. Он говорил в интервью, в открытом пространстве, что его уговаривали, чтобы уступить место Майя Санду. То же самое и ситуация. И получится, что же самое он будет министром 4 месяца. Я участвовал в этих разговорах. Никто никого не уговаривал. Были очень четкие условия. Я всегда. И тогда в том числе. Это не важно. Мы поняли, что вы так, а между тем есть такое мнение о господин слусаре. Но никакой продажи мест не будет и никаких разговоров не будет. Не продажи, а распределение. И распределение тоже. Для людей это не совсем может быть важна, все эти политические интриги. Но то, что именно в этот момент, когда прогрессирует и дело миллиарда, и дело с аэропортом, появляются такие подковерные игры. И, конечно, люди это замечают и задаются вопросом, не попала ли Майя Санду в капкан к этим олигархам. Потому что совместное голосование со всеми этими людьми, которые участвовали в этих коррупционных схемах, это преступление. Во-первых, Майя Санду не депутат. Депутат я и еще 14 наших... Но люди должны понимать. Потому что и европейцы говорили, что эти партии, которые партия Шорн, желательно, чтобы с ними не работали в будущем парламенте. Что значит желательно? Вообще никто с ними не работает. И второе, то, что делает Промолдова, подкупает разных депутатов к себе в партию, это тоже, я считаю, что есть не совсем корректное преступление. И про эти суммы говорил мне 5 тысяч евро. Николай, я уже два раза тебе говорил. Пригласите генерального прокурора, чтобы он взял вот этих людей, которые покупают. Вот мы вчера с тобой говорили на передаче, ты сказал, к тебе подошли лично, где твое дело открытое, где посадили человека, который тебе предложил деньги. Это процесс. Но что значит процесс? Еще раз, послушайте. Я был в прокуратуре, записал заявление. Но самое страшное, что многие, кому подходит, они не пишут эти заявления и сдаются сразу в Промолдова. Про Дамолдова. Так доведите хоть что-то до конца. Ну а для репутации вашей партии, конечно, это не совсем корректно. Давайте про вашу репутацию. У нас замечательная репутация. У нас тоже очень хорошая репутация. Не надо беспокоиться о нашей репутации. Мы с ними работать не будем, хоть и они подходят, хоть и они подходят и можем создать какие-то, но мы принципиально с ними не хотим работать. И было бы очень хорошо оставить это правительство, потому что на 100 метров, на последние 100 метров не надо менять. Это ваше право. Мы неврали себе обязательства держать ваше правительство. Вы бросаете страну в политический кризис. Ну это ваше мнение. У нас социальный кризис, у нас экономический кризис, еще политического кризиса не хватает. А мы считаем, что у нас есть достаточно хорошие министры, чтобы это все решить лучше. И Майя Саду должно быть намного ответственнее за эти поступки. Она должна думать за несколько шагов вперед, если она хороший политик. Хорошо, можно я вот гипотетически попрошу, чтобы мы сейчас все-таки попытались получить ответ на этот вопрос. Вот смотрите, если на самом деле у нас голосуется все-таки отставка кабинета КИКУ, но голосов на новое правительство у нас нет. Наши депутаты, и не только депутаты господин Боля, они просто не поделят должности, не поделят принципы, мало ли что произойдет. И как вы считаете, когда вы не сможете назначить новое правительство, это будет лучше для страны? Они не смогут назначить. По тому, что пойдут обширные переговоры, все станет опять точкой ноль. Отчет от всех, начнутся переговоры со всеми политическими партиями, которые находятся в парламенте Республики Молдова, для разрешения данного вопроса. И все. Мы вступаем в политические уже дебаты президентских выборов. Не, еще рано. Ну все равно, вступаем в дебаты, да. Там же есть и сроки. Еще не факт, что президенты примут этих премьер-министров. Там есть еще много таких вопросов. Да, может и не дойти до формирования. Да, а если еще пока не выберут этих премьер-министров, все равно техническим министерством или премьером будет Кику. Да, он будет. Ну, смотрите, 45 дней. Вот хороший вопрос. Секундочку, можно я добавлю? Но он будет не при тех полномочиях, которые у него есть сейчас. А у нас, на секундочку, в стране сейчас пандемия. И нам нужно правительство, чтобы могло принимать на себя всю ответственность и издавать не только там ордонансы, А вы видели, какой прессинг был и на премьера Кику, и на правительство с этим принятием закона, который повышает медикам зарплату? Ну вот мне интересно, чтобы люди несли ответственность за то, что происходит. Мне, например, импонировал подход Майсан до тех пор, когда я говорила. Знаете, давайте будем иметь голоса на отставку, но давайте сразу будем иметь голоса на голосование нового правительства. Я понимала. Вот сейчас, когда это не так, я не понимаю. И не я одна, потому что мало ли что в нашей стране может случиться. Все дело в том, что все меняется. Нет, все меняется изо дня в день, каждый день. И все хуже и хуже. И когда партия социалистов вместе с демократами, в конечном итоге демократы не поддержали, вышли с изменениями избирательного кодекса, согласно которому привилегированно относятся к одному кандидату, это уже просто недопустимо. Про какой пункт именно вы говорите? Там много пунктов. Там много пунктов. Когда мы убираем, когда вы убрали, что не до 21 часа, но на 2 часа убрали, а мы знаем, что наш избиратель приходит в последний на выбор. Вообще это был проект ЦИКа, нет? Вот я так слышала. И в ЦИКе заведует представитель ПАСА. Нет, ну секундочку, юридически, чей законопроект? ЦИКа? ЦИКа. Да, но вы поддерживаете. Но там было 126 листов с предложениями от гражданского общества. Ни одно не приняли. Ни одно не приняли. Ограничили права наблюдателей на выборах. Ограничили права наблюдателей. Они не могут подавать никакие иски. Они не могут смотреть на документы. Их ничего не представляют. Это просто каких-то клоунов. Они хотят превратить наших наблюдателей на выборов. Каким образом можно защитить свой голос? Люди приходят, голосуют за нас. Мы каким образом можем? Через наблюдателей. Как наблюдатели не могут давать иски? Николай, вы можете вступить? Вот есть вопросы у господина Боля. Вы можете до голосования вступать? Но убрали. Да, есть комиссии, где обсуждаются все эти вопросы. Самое интересное, что на комиссиях работает от вас Литвиненко, как я понял, с господином Боля, с Василием Болем. И в принципе они могут найти общий язык. Ну, конечно, там есть еще раз, по многим пунктам они находили общий язык. Их было не столько много, но здесь начались вот эти конфликтные интересы. Этот проект, закон отложили на попозже, что будет. Самое главное, что смогли поменять в уголовном кодексе переходы выборов для уно-ниминал, для генерал, потому что в прошлом году, как мы вступили в парламентские выборы, конечно, это вчерком скрытие. Поправьте меня, если я сейчас не права. По-моему, президент сказал о том, что он не промульгирует как раз именно из-за того, что там есть вот этот момент. Более того, мы были обеспокоены. Могут еще комиссии работать. Мы по этому закону в парламенте можем договориться. То есть работа еще идет. Не надо договориться. Закон должен быть без договора. Никаких. Стоп, стоп, стоп. Еще вопрос есть. Закон должен был принят. И особенно такие законы большинством нужно договориться, сесть за столом разговора. Про перевозку избирателей с оплатой в день выборов. Понимаете? В феврале прошлого года, когда были выборы, Демпартия была у власти с Плохотнюком. И весь этот механизм работал четко, только исключительно в интересах Демпартии. Вот тогда, на тот момент, мы подумали, что социалисты тоже поняли, что если механизм сам по себе неправильный, он может быть использован и против тебя, не только в твою пользу. Понимаете? И мы выдвинули, чтобы никаким образом не было позволено никому перевозить избирателей. А мы говорим про избирателей. Да, они граждане Республики Молдова. Они должны голосовать. Безусловно. Еще когда они перевозили и не оплачивали по 20 долларов за выборы, было на трех избирательных участках, на Приднестровском нашем участке, где не было ни одного избирателя. Вышло две тысячи избирателей. Вы понимаете? Я поняла, но только я хочу еще раз уточнить. То есть мы говорим о проблемах. Возможно, для телезрителей, что это не было проголосовано. Это сейчас в стадии, если я понимаю, обсуждения. Демократы не поддержали, сняли. И то, что говорится сейчас, это то, что вот когда господин, не знаю, вот господин Паскар, вы когда говорите, что мы договориться, вы имеете в виду компромисс? Потому что господин Боля, вот он как-то, это слово ему не нравится, и он сразу, да, и он возмущается. Из французского парле, это разговаривать. В парламенте мы должны все разговаривать, найти какое-то общее решение. То, что делается, в принципе, все эти бунты, да, или все эти вспышки ярости на трибунах. Ну, я понимаю, что это оппозиция, но нужно договариваться. Приходите с этими инициативами, в комиссиях, нужно работать. Потому что, дайте еще оппозицию, еще предложение. Вы знаете, что очень много законопроектов голосуется в парламенте, большинством, я удивился, будучи в муниципальном совете, потому что я следила за заседаниями парламента. Я не думал, что парламент могут договориться. Очень много голосуем, большинство. Конечно, могут. А когда попадаются такие проекты попуиски, где можно поднять себе политический рейтинг, все, мы баба ига, и мы против. Договариваются о компромиссии. Не надо упрощать ничего вообще. Вы слишком все упрощаете. Неправда. Мы голосуем за законопроект, который изучаем. Мы все законопроекты изучаем. Я из аграрной комиссии, я все законопроекты по аграрной комиссии изучаю, говорю моим коллегам, это нужно поддерживать, это нужно голосовать. Комиссия, я голосовал за ваши законопроекты? Мы тоже изучаем. Еще раз. Мы изучаем эти законы. Смотрим и голосуем. Вот мы говорим в парламенте. Когда приходит на 126 листов предложение к изменению в закон, и ни одно не принимается в учет, это о чем говорится? О каком отношении вы говорите к нашему разговору? 126 листов, и ни одно не проходит. О чем мы говорим? Я понял, что сам президент говорил, что даже если примут эти законы... Не надо президента, мы говорим про парламент, мы говорим про наш парламент, про наших коллег. О чем он договорился? Я поняла, давайте так, мы обсуждаем сейчас непринятый законопроект, он сейчас отложен, давайте мы вот на самом деле будем обсуждать. Вот именно это повод снять правительство. Это не повод. Мы говорим про выборы. Вот смотрите, я хочу у вас, Николай, сейчас узнать. Вот смотрите, сегодня узнал, что есть инициатива социалистов о подписании декларации в поддержку правительства во главе с премьер-министром Кику. Вот что вы хотите ей сказать? Ведь все, в принципе, и так знают, что партия социалистов поддерживает правительство Кико. Мы бы очень хотели на этом примере, что другие партии тоже вступили с этим месседжем. Но мы как видим, что те наши коллеги, которые работали с правительством, в общем, с Майя Санду, конечно, они будут идти против правительства Кико. Конечно, им не нравится, они будут находить очень много поводов, чтобы отодвинуть это правительство. Наверное, я думаю, что у Кико хорошие результаты, поэтому оппозиции не нравятся. Они бы хотели идти в президентские выборы с какими-то недостачами. Мы, еще раз, мы в экономическом кризисе, потому что пандемия – это не только молдавская реальность. Это международная проблема. И то, что вы постоянно упрекаете, постоянно бросаете. Почему вы не приняли закон с российским кредитом? Мы бы осложнили жизнь очень многим бизнесменам. Те же пенсии мы бы смогли бы их... Тебе сказать, что решил Конституционный суд по поводу этого? Каким образом вы решили юридически этот закон? Никто. Мы все были готовы проголосовать за данный закон. Во-первых, чтобы телезрители понимали, я депутат парламента, я из интернета выбрал вот этот договор. Я его не видел. Я должен был голосовать как кто. Во-первых. Во-вторых, если мы говорим про кредит российский, правительство должно было прийти в юридическую комиссию, где у вас большинство. И вы должны были дать им эти полномочия, чтобы они вести переговоры. И вот сейчас господин Кику должен попросить разрешения. Очень много международных переговоров занимается правительство. Здесь очень понятно. Но они должны просить, потому что за правительство голосует наш парламент. А у меня второй вопрос. Это ваша недоработка. Это наша недоработка. Это ваша недоработка. Когда мы говорим про... И вы хотели идти против? Нет. Вы хотели? Я думаю, что это западная указка, чтобы взять кредиты только у европейцев. Николай, не надо упрощать. Когда мы говорим про кредиты 200 миллионов, вот они сейчас должны вести переговоры юридически правильно, мы проголосуем без проблем. Смотрите с другой стороны. Есть возможность взять 30 миллионов кредитов от Европы, правда же? И 40 миллионов мы потеряли, потому что по огромному количеству пунктов мы просто не успели. Мы не поспешили. Мы в одну неделю парламент не проработал, на второй неделе мы не проработали. Некоторые законы мы не захотели проголосовать. Хотя по многим позициям, вот этого меморандума за 100 миллионов, было огромное количество дел, которые уже были решены. Там просто должен был парламент 2 или 3 недели выйти на работу, напрячься, принять ряд законов, хороших для страны. Владимир, а как работают? Сейчас идет заседание парламента, поднимается ваше ППШО и кричит, что через каждые 2 часа нужно освободить парламент, чтобы сделали дезинфекцию и так далее. Мы поэтому не выходим на работу. Еще раз. Мы поэтому не работаем. Хорошо, позвольте мне вмешаться. Мы потеряли 40 миллионов. Вот вы говорите, что у нас экономические проблемы нужно решать, и мы потеряли просто из-за того, что мы не работали, не голосовали в парламент, мы потеряли 40 миллионов гранта. В то же самое время вы говорите, что мы... Это не причина. Но что это не причина? Мы потеряли меморандум. Давайте так, насчет денег, по-моему, сегодня еще пришла новость, по-моему, насчет 20 миллионов, но сейчас я хочу вам зачитать еще 20, по-моему, кредитов и 10 грантов. Правительство на этой неделе просто уже выделяет 20. Мы голосовали. Вот зачитываю вам, значит, такую вот, не знаю, обвинительную, наверное, часть. Смотрите. Правительство продемонстрировало полную политическую и профессиональную неспособность решать накопившиеся проблемы и хочет углубления кризиса во всех сферах жизни общества. Правительство виновно в провале реформ. Отсутствие профессионализма и ответственности, ущерб, нанесенный гражданам Молдовы, игнорирование национальных интересов, грубое нарушение Конституции демонстрирует неспособность премьер-министра управлять этим кабинетом. Вы согласны с этим? Конечно, нет. Нет, я спрашиваю сейчас господин. Ну, смотрите, когда мы говорим про... Нет, вы согласны? Давайте по пунктам. Нет, не по пунктам, да. Конституции, нарушение Конституции, когда приходят с договором с российским кредитом нарушение... Если можно, мало, 5 минут остается. Нет, нарушение Конституции. Есть нарушение Конституции? Вы согласны с этим обвинением? Нет, я говорю по каждому пункту. Конечно, есть нарушение. Вы согласны с этим обвинением? Есть нарушение, конечно. Согласна. Конечно, есть нарушение. Так вот, эти все обвинения были в адрес правительства Майсанду. Да, я просто сейчас вот взяла и зачитала то, в чем были претензии. Тогда приходите вы с объяснениями. Были претензии Да, понимаете, это речь говорит о тех Что вот как вот обмениваются, да, обвинениями Вот то, что я сейчас прочла Вы совсем согласились Я начал сразу с тех поступков, которых могут войти Потому что не будет просто голословно А вы просто прочитали Я прочитала, это я к тому, что Это про кику, это про боль, это про кого угодно Да, потому что я сейчас говорю О роли слов и обвинений Да, вот о том, что вот сейчас говорят Поэтому Не с документами, а я говорю Когда мы говорим про нарушение конституционного права Мы говорим То есть я почему говорю, что те же самые обвинения Которые вот были правительству Санду Вы увидели сейчас Потому что правительство всегда виновата на все Они являются исполнительной властью И всегда они являются ответственными за то, что они должны делать И все, и мы их судим Я думаю, что ответственность у нас, к счастью, лежит не только на правительстве Понимаете, я могу сказать сейчас Вот точно так же высокопарно Хотите? Я скажу, что сейчас парламент несет Львиную долю ответственности за то, что происходит В стране А знаете почему? Потому что вас выбирает народ И вы жестоко разочаровываете народ Еще иногда говорите, что мы живем в парламентской республике Потому что парламент здесь решает все И от того, что происходит в парламенте У нас вот такая вот жизнь Еще нужно развивать парламент и парламентаризм А не издеваться над парламентом Это ко всем Это ко всем И не нужно издеваться над парламентом Безусловно, никому Никому не надо Уточнили Никогда Поехали дальше Смотрите как Как будет все-таки развиваться ситуация Вопрос хороший Вот на самом деле Многие люди сейчас Даже и нас спрашивают И вас спрашивают Уверенно Вы же общаетесь Где голоса берете Не хватает два Все зациклились на этих двух Может не два Но вот мне интересно Если за эту неделю случатся перебежчики Во-первых, исключаете ли вы такой вариант Коротко, да, нет? Я исключаю Из партии социалистов Вы исключаете? Такой вариант Мы не ведем никакие переговоры А если появятся перебежчики? Мы говорим с партиями и с фракциями То есть вы их не примете? Нет А куда их принимать? Они не приходят в ПАС Они захотят Мы проголосуем за отставку Это проблема партии демократов И партии социалистов От них уходят перебежчики Не от нас От них уходят От социалистов уходят люди И от демократов уходят люди Причем тут мы? И они к нам не приходят Кто-то ушел? Ну ушел И вернулся Он обещал вернуться Прилетел к Карлсу Он ушел, но обещал вернуться И вернулся И вернулся Самая дисциплинированная партия Согласен Еще никто не понял, что это было Просто я хотела бы понять На самом деле Что понимаете как Если вот в зале появятся люди Которые вначале отправят в отставку А потом их голосами же Потом будут проголосованы Происставить Будут вопросы И вопросы эти будут О легитимности Вы со мной согласны? Абсолютно Но мы не заинтересованы в том Вообще не заинтересованы Потому что мы считаем Что это безумие Когда уходят депутаты И мы не заинтересованы Чтобы ушли от демпартии Хорошо На сегодняшний момент демпартия говорит Что они не хотят голосовать И не хотят войти в другое большинство Потому что есть про Молдову Да Но Есть еще одна версия Тоже красивая такая Говорят о том Что на самом деле Все эти вопросы Которые я сейчас вам задаю Они достаточно наивны Потому что Майя Санду прекрасно понимает Что правительство Отправить в отставку Ей не удастся Но таким своим маневром Она добивается сразу двух целей Первая Она показывает Господин Анастаса Что ну вот видишь Ты хотел Но не получилось А вот не получилось Мы об этом говорили А я тут такая вот смотрите И пошла на встречу И вот подписали И вот тут как бы я все И правительство не в отставке Не надо брать на себя ответственность Заниматься вот этими всеми вещами Понимаете Тогда в этой всей истории Пострадавшие сильно Получается один человек Самое интересное Что Андрей Анастас Не дает мне это говорить Андрей Анастас поверит в это Ну не важно В очередной раз Давайте мы услышим Это возможно Это версия имеет право на жизнь Господин Боля Я не говорил про такие версии Это вы говорите Нет я говорю Она имеет право на жизнь Вы говорите если оно возможно Откуда мне Мы ее не рассматривали вообще Не рассматривали Нет конечно И вы категорически с ней не согласны Мы не думали про нее Мы не говорили про такую версию Так вот вы подумайте Господин Боля Приходите Вот приходите к нам в эфир На левостороннем фронте Очень большая проблема Вот где партия социалистов Рядом мы видели Все бросаются на нас И коммунисты И шор И усатов И так далее Но мы держим позицию И лидируем На правом фронте Есть две сильные партии Пас И да И мы видим уже В который раз Вот на первом месте И вперед идет Во фронте Майя Санду Спас Настасов во второй части И самое интересное Что Настас во время протеста Больше работал Больше шел против проходника Больше организовывал Должны идти на выборы В качестве кандидата И самое интересное Что Майя Санду Как вы мне говорили Сегодня весь эфир Скажите это ему Майя Санду В очередной раз Кидает Настасов Они его кидают Этих Настасовцев И поэтому Идут эти разлады И сейчас Настасов Не надо использовать Такие Мы никого Никуда не кидаем Готов создать Альянс Кто говорил И с чертом И так далее Главное Чтобы как-то пройти Это была метафора Метафора Одни слушают Американцев Мунтиану Хочет стать премьером Настасы слушают Румын Им обещали оттуда Что он тоже будет премьером Кто-то хочет договариваться И снять ответственность С аэропорта И с миллиардом Шором И с пробой дома Время, да Я понимаю То есть И самое интересное Что люди эти видят И на выборах Время вышло Но я вам Я Господа Паскаро По 30 секунд Хочу дать Возможность Чтобы вы Спрогнозировали ситуацию Но 30 секунд Господа Это 30 секунд Да? Не было Ну я младше начну уже Не было такой ситуации Лет 30 После войны в Днестре Этот кризис Очень серьезный Мы попадаем в социальный кризис Экономический кризис В стране очень тяжело Политический класс Должен увидеть Майя Санду Должна понять Мы не должны ввести Опять страну в хаос И создавать Чем все закончится Будет отставка Или нет Мы не хотим отставку Президент Парламент Правительство Должно работать На народ Подняли зарплату Сейчас медикам Должны поднять И пенсии И зарплаты И всем обеспечить Хорошую нормальную жизнь Спасибо В продолжении слов Моего коллеги О том, что в Молдове На сегодняшний момент Очень глубокий Политический экономический кризис Конечно Майя Санду видит И поэтому мы приняли решение Поменять правительство Назначить другое Работоспособное правительство Чтобы поменять ситуацию В республике Молдова На переправе Отставка Не меняют Спасибо Будет отставка Откуда мне знать Не будет На этой ноте Я говорю вам Спасибо За то, что вы пришли За то, что мы сейчас С вами здесь спорили Но мне кажется Что в споре Рождается истина И мы сегодня С вами это повторили Эту истину Потому что Мне кажется Были произнесены Такие вещи Которые нуждаются В осмыслении Мы с господином Боле Договорили Что будем думать И демократия Это вещь непредсказуемая Невозможно Если она по-честному идет Никогда невозможно Предугадать Каким будет результат В конечном итоге Вот это Она является интересной Заинтриговали Спасибо большое Вы смотрели программу Дело принципа Я желаю вам всего самого доброго И доброго вечера До свидания Субтитры создавал DimaTorzok